Добро пожаловать в куб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Несносные леди, фитнес и шоппинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие, милые составляющие настоящего женского счастья, а также мужского, если ты отец-одиночка. И не важно где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное не сдаваться, ведь судьба это большой супермаркет, а не магазин на диване. Мы миллеры. Дэвид Берг мелкий торгует с наркотиками. Среди его клиентов повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продает и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не стается безнаказанным. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой оказывается в отчаянном положении, ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход – подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Украть мою жену 2013 года. Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступника в выкуп, он скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот. Жажда странствий 2012 года. Герои фильма Линда и Джордж – самые обыкновенные городские жители, и живут они в самом обыкновенном Нью-Йорке. Но что делать, когда бытые окружающие тебя люди, то, чем ты занимаешься, да и вообще все вокруг, начинает тебя жутко раздражать? Выход один – сменить обстановку. Так и поступает семейная пара, меняя суматошный Нью-Йорк на более спокойный небольшой городок, чтобы отдохнуть, а заодно приобщиться к тамошней культуре. Главный герой Дэнни встретил Палмер, и чтобы произвести впечатление, рассказал о своей несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия, Палмер хочет познакомиться с его женой, и Дэнни необходимо срочно придумать, как выпутаться из столь интересного положения. К счастью, у него есть знакомая коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и сыграют на время роль его семьи. Больше чем друг 2010 года Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риэлтор-невротик Уолли и очаровательная Кэсси. Однако, когда Кэсси решится на искусственное оплодотворение, до Нормана выберет надежного и женатого красавца Роланда. Лучшие друзья решают отменить это вечеринкой, где Уолли напивается до неприличия. Через 7 лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк шестилетним сыном, который поразительно напоминает Уолли самого себя, а заодно вызывает в его памяти все, что случилось той злополучной ночью. Теперь незадачливому другу предстоит убедить Кэсси, что они больше чем друзья, выиграть у Роланда статус настоящего папы и разобраться с самим собой. Охотник головами 2010 года Главный герой Майло, бывший полицейский, а теперь охотник за головами, занимающийся розыском беглых преступников. Он получает задание найти и отправить в тюрьму журналистку Николь, сбежавшую из-под залога. Ирония ситуации в том, что Николь – бывшая жена Майло. Марли и я 2008 года Молодой журналист со своей женой переезжает в другой город на новое место работы. У них грандиозные планы – покупка дома, дети. Но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни? Обещать не значит жениться. Фильм, события которого разворачиваются в Балтиморе, повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Привлекательный мужчина не спешит расстаться со своим статусом холостяка, чем вызывает бурную реакцию своей влюбленной подружки. Брюс всемогущий Брюс Ноон – популярный ведущий теленовостей в Буффало. Он пессимист, его ничего не интересует в этой жизни. Даже девушка Грейс, которая любит его, несмотря на всю его вредность. Его репортажи интересуют всех, кроме его самого. Мечта Брюса – быть ведущим, тем более местечко вот-вот должно освободиться. Но однажды Брюса настигает неудача, и его увольняют с работы. В конец разочарованный Брюс гневается на Бога, а тот отвечает ему. Всемогущий предлагает Брюсу сменить его на неделю и посмотреть, сможет ли он сделать мир хоть чуточку лучше. Пишите комментарии, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok